Тогда вспоминайте, тогда скажите мне, помните мы с вами писали формулу «Договоры не обязывают никого, кроме лиц в них участвующих»? Да. Договоры не обязывают никого, кроме лиц в них участвующих. Я еще задавала вопрос, если мы слова «не обязывают», «заменим», «не предоставляют право никому, кроме лиц в них участвующих», будет ли эта формула верна, либо будет она ошибочна? Роман, как вы считаете, формула «Договоры не обязывают никого», ой, вернее, «Договоры не предоставляют право никаким иным лицам, кроме лиц, участвующих в этом договоре». Как вы считаете, справедлива эта формула или нет? Я не знаю. Я не знаю. Кто сможет помочь Роману? Вот, Глеб. У нас неправильно будет формулировано, потому что бывают заключения договора в пользу третьих лиц, и, собственно, они представляют права другим. И, собственно... То есть у нас гражданское законодательство допускает заключение договора, Роман, заключение договора в пользу третьего лица. Это что за статья такая будет? Где гражданское законодательство? В какой статье? Я могу назвать эти виды договора. Договор с договорами, например. А вы мне зачем называете эти виды договоров, если вы только что дали ответ обратный? То есть вы уже перестроились быстренько или куда-то быстренько заглянули? Нет, я просто помню, что я не могу рассказать статью, я помню вот эти договоры. Хорошо. Анастасия? Сотя 430. Ну, сотя 430 договоров. О чем? Третьих лица. И что такое договор в пользу третьего лица? Ну, если из кодекса, то договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательств в свою пользу. Следовательно, у него, он может быть не указан, и у него появляется право требовать от должника исполнения обязательств в свою сторону, хотя он не указан в договоре. Но у него появляется право. А теперь смотрите, такая ситуация. Живет семья, мама и дочь. Значит, вот эта семья имеет в собственности недвижимое... в собственности матери. В собственности матери дочь совершеннолетия. В собственности матери находится недвижимое имущество. Ну, допустим, дом. Мама хочет поменять этот дом на другой дом. Ну, условно говоря, один дом поменять на другой дом. Значит, две стороны совершают сделку мены. Они заключают для этого договор мены. И в договоре мены, правильно, а дочь уже совершеннолетняя, и мать понимает, что она у нее единственная, и в итоге все равно это все перейдет к дочери. И она хочет сразу, раз он заключает сделку, а у школи это сделка с недвижимым имуществом, она когда вступает? Когда договор? С момента регистрации, да, это сделка у нас будет, значит. Все сделки с недвижимым имуществом, связанные с переходом прав на недвижимое имущество, они подлежат государственной регистрации по общим правилам. И мама говорит, а давайте мы в договор мены, я, мама, буду стороной договора мены, как собственник дома. Мы вставим условие, что исполнение договора должно производиться не мне, а моей совершеннолетней дочери. Я являюсь стороной в договоре, но исполнение, то есть оформление права собственности на другой дом, на который поменяется, будет сразу происходить на дочь. Как вы считаете, такой договор имеет право на существование? Будет он законным или это какая-то глупость здесь у света? А не проще сделать сначала сделку, а потом пойти на этот действие, а потом переехать на этот право? Да, буду. А на что вы, пожалуйста? Не просто на Мишу попросим. Проще, не проще? Мне кажется, что это не проще будет, потому что необходимо сначала сделку налегистировать, потом опять снова передать право собственности на этот квартал, а так оно сразу перейдет к дочке. И это возможно, поскольку можно заключать договор в пользу третьих лиц. Спасибо. Кто считает, кто согласен со мной? Все согласны со мной? Да. Да или нет, ребят? Да. Да, я бы тоже согласна со мной. Такой договор был реально заключен, и он был подан на государственную регистрацию. Вот сообщение, значит, Росреестра, управление Росреестра по Москве об отказе от государственной регистрации, перехода права собственности. И здесь несколько разных оснований, и одно из оснований. Вот я вам... Послушайте внимательно, я вам процитирую. Подождите, я попрошу вас прокомментировать. Указанный договор Мены заключен в пользу третьего лица. Дальше идет цитата статьи 430. Договор в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредиторы, а указанному или неуказанному договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнение обязательства в свою пользу. Это 1 в 1, 430-я статья, да? На которой, собственно, вот Анна и обосновала наше право на такую сделку. А теперь, собственно, ответ Росреестра, то есть его уже не цитата из кодекса, а его. При этом стороны договора не являются по отношению друг к другу должником и кредитором, а следовательно, не имеют права заключать договор под условием передачи имущества в пользу третьего лица. Как вам это, да? Вот, стороны договора не являются по отношению друг к другу должником и кредитором. Они их посчитали сторонами кредитного договора, что ли? Ну как? Кто мне говорил, почему в некоторых регистрируются, а в некоторых регистрируются, где-то отказываются? Вот как вам это, как в ответ на ваш вопрос? Они не правы. Они не просто не правы. Они чего вообще не знают и не понимают, что это такое. А это вот я вам прям подлинник принесла. С подписями и с печатями. Да? Вот оно, все, живое, здоровое. Кому интересно, можете подойти и посмотреть. Да. Они приняли дочь и мать, ну как, одна сторона должна какая-то делать кредитор? Роман, я, честно говоря, не знаю, чего они приняли, не приняли, но у меня возникло ощущение, что они не знают, что такое обязательство, не понимают, что речь идет об обязательстве. Они, наверное, пока не пишут, при этом стороны договора, а стороны это, соответственно, меняющиеся стороны, да, обменивающиеся, не являются по отношению друг к другу должником и кредитором. То ли у них возникло какое-то ощущение, что это, я не знаю, где, в каком договоре встречают подолжник, кредитор, может, кредитный договор, может, еще какой-то, да, откуда они это взяли? Но это реально был отказ, и пришлось с этим идти куда? В суд. В суд. И пришлось с этим идти в суд. То есть, если бы хотя бы отказ был обоснован, это вот та самая реальная жизнь, с которой вы, ну, вот, сталкивались. Ну, как они могут в суде защитить? Тихон, как это вообще можно защитить? Нет, просто нет. Никак. Как это можно защитить? То есть, никак. Ну, поэтому вопрос нет. Что решили? Поэтому вопрос нет. Ну, тут решили вопрос по-другому. Тут же задача юриста не самореализоваться в суде, а решить вопрос клиентов. А поскольку судебные процессы, они длительные, а сделку надо было срочно завершить, были причины. Поэтому цель была закрыть сделку, получить право собственности на имущество. Мы пошли в суд, но пока суд доделал, мы продолжали, значит, беседы вести с Росреектором, как-то их обговаривать. Что сказал Росреестер? Это для нас, ну, это в приватном же весе, это для нас нетипично. Мы не знаем, что это такое. А что для нас нетипично и что мы не знаем, мы с этим связываться не хотим. Вот к вопросу, да, почему в одних заключает, а другие нет. Мы тогда сказали, а что знаете? Сессию знаете? Уступку права требования знаете? Ну, подумаем. Думали. Подумали. Ну, как-то решили, знаем. И мы быстренько сюда сессию и одним днем перевели на дочь и зарегистрировали право собственности на нее. Вот через вот так. Ну, а там отозвалились. Потому что мы думали, что будет быстрее. Тут бегом по сессии зарегистрироваться или будут позориться в суде. Сессия оказалась быстрее. Отозвалились. Вот так решается вопрос. Вот вам реальная жизнь. Отозвалились.